На небе, на воде и на суше развернулся большой праздник спорта. Пока по Волге плыли регаты, а над головой кружили вертолеты, по Самарской набережной стройными рядами прошли представители всех районов города и муниципальных образований губернии. Тысячи человек выстроились в очередь, чтобы сразиться на боксерском ринге или в тестовом режиме сдать нормы ГТО. Марат Шевалиев приехал из Камышлы. В длину прыгнул почти на три метра. Постоянно надо держать себя в форме. Это не так, что один раз подготовился в течение месяца, сдал и все, на этом, конечно, бросать не надо. Это постоянно держать себя в форме. Экипироваться, вооружиться шпагой и почувствовать себя королевским мушкетером мог любой желающий. По одну сторону фехтовальщик-дилетант, по другую трехкратная чемпионка мира Виолетта Храпина. Не каждый день, на самом деле, будешь сражаться с чемпионкой мира. Ой, меня укололи. Это не больно, на самом деле просто страшно. Потому что все-таки шпагу на себя направляют. Я говорю, что нет, Артаньян, и меня закололи. Ну да, от меня бы ничего не осталось. Шпага была, на самом деле, острая. Но, в любом случае, было очень интересно. Виолетта, спасибо вам за бой. Спасибо. Рада за людей, которые сюда пришли, которые попробовали себя в роли фехтовальщика. Очень интересно смотреть на них со стороны, смотреть на них во время боя, как они себя ведут, что они хотят сделать. По крайней мере, все сидят в защите, все боятся выходить в атаку. Чемпионов Самарская земля взрастила немало. Город всегда славился своей спортивной историей, отметил глава администрации Олег Фурсов. Наши многие успехи в спорте объясняются тем, что очень амбициозные люди приходили в спорт и добивались высших наград страны и мира для престижа, для чести нашего замечательного города. На площадках лета в боксерских перчатках и лета с футбольным мячом, организованных партией «Единая Россия», спортивные страсти достигли своего апогея. На боксерском ринге встретились и начинающие спортсмены, и многократные победители крупных соревнований. А с мячом на поле вышли более десятка команд. В матче между их капитанами и ветеранами крыльев советов принял участие и секретарь регионального отделения партии Александр Фетисов. Праздник физкультуры закружил жителей губернии в Большом спортивном вихре. Вместо «Привет» на улицах раздавалась физкульт «Ура». Этот праздник определяет, насколько успешно и эффективно развивается наше общество. Научно доказано, что умственное развитие, оно непосредственно связано с физическим развитием человека, то есть всестороннее развитие. Это прежде всего определяет и здоровье нации. Рано утром здесь сотни людей, которые занимаются оздоровительным бегом. Идет скандинавский хайт-бой. Буквально с 7 утра уже все футбольные площадки заполнены. И уже до позднего вечера, причем вне зависимости, лето это или зима, играют активно в футбол. К главному событию 2018 года в Самарской области спорт развивают глобально. За последние два года в регионе возвели 6 новых ледовых дворцов, 5 бассейнов, 7 стадионов с искусственным покрытием, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов. К чемпионату мира по футболу только в Самаре появится более 30 спортивных объектов. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.